С вами Николай Пимненко в проекте Дата. Сегодня 26 апреля. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Учрежден в одну из годовщин Чернобыльской катастрофы. Мы еще вернемся к этому событию. Также сегодня Международный день интеллектуальной собственности. Именно в этот день в 70-м году прошлого века вступила в силу Международная конвенция, согласно которой была учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности. Сегодня день нотариата в России. Весной 1866 года российский царь Александр II придает нотариату статус самостоятельной юридической структуры, подписав соответствующий указ. Нотариальные услуги, в частности, включают удостоверение подписей, копии документов, составление завещаний, узаконивание разнообразных сделок. На Руси в давние времена это доверялось осуществлять священнослужителям, а потом писцам. Императрица Екатерина II эти обязанности вменила сотрудникам судебной системы. Сейчас в Российской Федерации оказывают столь важные для населения услуги множество преимущественно частных нотариальных контор. И еще сегодня день сметчика в России. Профессия скрывается за кулисами общего строительного действия, хотя ее значение очень велико. Опытные сметчики ценятся руководителями проектов на вес золота. Без составления и утверждения сметы не начинает ни одно строительство. Почему именно в этот день? Потому что в 2000 году постановлением госстроя России были утверждены первые государственные элементные сметные нормы. Можно сказать, что создание этих норм явилось переломным моментом в сметном деле. У родившихся в этот день в 121 год рождается Марк Аврелий, римский император, завеватель Месопотамии в войне с парфянами. А в 1660 году родился Даниэль Дефо. Главный труд его жизни, готовьтесь, называется так. Жизнь и необычайно удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, который прожил 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья реки Оренокко, куда он был выброшен после кораблекрушения, а вся остальная команда погибла. С добавлением рассказа о том, как он в конце концов удивительно был спасен пиратами. Написано им самим. Это полное название произведения. 1939 год, день рождения Владислава Дворжецкого, актера. Дебютировал в картине, которая стала поистине национальным достоянием. Бег. Был номинирован на главный приз Каннского кинофестиваля. Карьера 31-летнего актера завертелась, едва окончили съемки в беге. Дворжецкий уже в других проектах. Возвращение Святого Луки, Солярис, Земля Санникова. В 1975-м советский зритель полюбил его в образе отважного, спокойного и где-то хитрого капитана Нема в одноименном телесериале. Но на самом взлете он умирает от инфаркта на гастролях в Белоруссии. О событиях этого дня. В 1908 году в Москве происходит последнее крупное наводнение. Затоплена пятая часть территории города. 16 квадратных километров, в том числе Лужники и Дорогомилово, за Москворечье они превращаются буквально в острова. Москвичи спасаются на чердаках и крышах, грузят скарб в лодки, отправляются в незатопленную район. Около 25 тысяч домов разрушены или повреждены. 26 апреля 1945 года прошлого века советские танки прорываются к центру Берлина. До Великой Победы остаются считанные дни. Лишь 20 лет спустя, 26 апреля 1965 года, указом Президиума Верховного Совета СССР, день победы над фашистской Германией, 9 мая будет объявлен нерабочим днем. В 1961-м публикация сообщения о решении ЦК ВЛКСМ направить на строительство совхозов казахстанской Целины 15 тысяч молодых строителей. Начинается большой этап в жизни советской молодежи – Целина. Там же набьет руководящую руку будущий генсек Леонид Брежнев. 1962 год. Со спутника «Космос-4» проводится первая телесъемка из космоса – облачного покрова Земли. Фактически это начало метеорологического прогнозирования с использованием реальных натуральных космических средств. 2000 год. В Москве выставляют на обозрение останки Гитлера – фрагмент черепа с пулевым отверстием. Накануне 55-летия Победы в столице открывается эта необычная выставка. Ее название – «Огония Третьего Рейха». Впервые выставлен на всеобщее обозрение фрагмент черепа Гитлера. Принято считать это доказательством того, что фюрер застрелился. Но по непонятным причинам не попал на выставку другой вещдок, который вроде бы как исключает эту версию, по мнению некоторых историков. Челюсть, по которой было идентифицировано тело Гитлера. Остатки ампулы на зубах свидетельствовали, что он отравился цианистым калием. Архив ФСБ России ограничился лишь снимком челюсти. 2000 год. Футбольная сборная Андорры добивается первой в своей истории победы над сборной Белоруссии 2-0. В 2003 году, после 12-летнего перерыва, российская экспедиция поднимает триколор Центральной Арктики на станции, которая располагается на дрейфующей льдине в 150 километрах от Северного полюса. Ну и последнее. 1986 год. 1.23 ночи. Самая страшная катастрофа 20 века. Техногенная. Возрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. По своим последствиям, эта авария грандиозная. Причем всех «подарков» ученые до сих пор выявить не могут до конца. Достаточно того, что большая территория Белоруссии, России и Украины оказалась заражена радиоактивными осадками. А вырвавшиеся на свободу из реактора облака осадков накрыли еще и несколько европейских стран, долетев даже до Норвегии и Финляндии. В атмосферу выбрасывается несколько миллионов кубических метров радиоактивных газов, что во много раз превышает выброс от ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Из зоны в радиусе 30 километров от взорвавшегося реактора проводится полная эвакуация жителей. В программе «Время» о катастрофе сообщат спустя лишь несколько дней. Первая информация от Совета министров СССР помещена в газете «Правда» вообще только 30 апреля. Это беда, которая с нами до сих пор. И вот что удивительно, как много туристов, которые хотят попасть в эту самую зону, но никто пока нам не доказал, что там все спокойно и, главное, чисто. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова